Доброе утро коллеги, с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 20 апреля и давайте посмотрим с чем он закрывается текущая торговая неделя. Начинаем наш разбор как всегда с пары евро-доллар. По паре евро-доллар последние несколько торговых дней мы не видим обновление локальных максимумов, пока евро не готов двигаться дальше на 1.25. В свою очередь вчера день закрылся ниже открытия, что может давать предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения по данной паре. Важный уровень поддержки находится в области 1.23 ровно. В том случае, если евро-доллар сможет закрепиться ниже данного уровня, то мы можем ожидать затяжную коррекцию в области 21. В свою очередь также от этого уровня может последовать отбой и продолжение соответственно роста с целями до 1.25. По паре британский фунт, американский доллар, коррекция началась. 18 числа мы видели закрепление ниже минимумов, которые были сформированы 16 апреля. И сейчас на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению это область 1.39.72. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимума вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 1.42.45. По паре американский доллар, канадский доллар тенденция восходящая продолжается. Вчера мы продолжили рост, обновили локальный максимум. Теперь следующая цель это уход выше отметки 1.26.80 и движение по направлению 1.28.39. Возможности для присоединения на покупку вчера также были сформированы в 15-16 часов при ретесте уровня пробития. И далее уже движение сохраняется. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашней торговой сессии. Это отметка 1.25.87. По паре американский доллар, японская иена. Общее направление на текущий момент остается восходящим. Ближайшие цели роста это уход выше уровня 1.17.77 и движение по направлению 1.108. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 17 апреля на уровне 1.106.88. По паре австралийский доллар, американский доллар, вчера мы смогли пробить тот диапазон, который формировался на протяжении практически двух недель. Ушли ниже уровня 1.77.43 и теперь предпосылки на снижение становятся уже в работе. Ближайшие цели это область 7.652, ну а возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 1.78. Пара евро-фунт продолжает свое восходящее движение. Следующие цели роста это область 88.40, а ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на минимальных значениях вчерашней торговой сессии. Это отметка 86.88. По золоту также тенденция общего восходящего сохраняется. Цели роста это область 1.365 долларов за тройскую унцию, а ближайший разворотный уровень для данной восходящей формации рассматривается при пробитии минимума. 17 апреля, который был зафиксирован на уровне 1.337. По нефтемарке Brent общее направление также сохраняется восходящее. Ближайшие цели роста это уход выше максимума вчерашнего дня, выше отметки 75 долларов за баррель нефтемарки Brent и далее движение по направлению 77. Ближайший разворотный уровень по данной информации рассматриваем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера. Это отметка 73.70. Среднесрочный уровень пока все также находится в области 71.14. По индексу DAX вчера мы увидели закрепление ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 18 апреля. На текущий момент пара торгуется вблизи данного уровня, что в свою очередь отдает предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения по данному активу. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся ниже максимального значения вчерашнего дня. Это отметка 12.619. Ну и по биткоину общее направление также сохраняется в восходящем. Ближайшие цели роста это движение в область 8393 доллара за один биткоин и далее по направлению на 9300. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые были зафиксированы 18 апреля в область 7793. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok